Министр спорта доложил президенту о подготовке к Олимпиаде в Париже. Осталось 17 дней. У Казахстана 92 лицензии по 25 видам спорта. Но спортивные эксперты говорят, что надежд мало. Хорошо, если мы привезем два золота, потому что проблем в спорте много. Государство не должно финансировать профессиональный спорт. Вместо этого лучше выделять деньги на детский и юношеский спорт, полагают некоторые тренеры. После того, как Казахстану не удалось завоевать золотые медали на Олимпиаде 2020 в Токио, Олимпиада в Париже станет большим испытанием для казахстанских спортсменов, полагают аналитики. Казахстанцы привезли из Токио всего лишь 8 бронзовых медалей, а из Пекена не привезли ни одной. В 2023 году из госбюджета на спортивные нужды выделили 330 миллиардов тенге. Но на текущем этапе атлетам тяжело даются даже отборочные соревнования. Некоторые тренеры говорят, что мы начинаем строить планы с приближением игр, надеемся на конкретного спортсмена, а резервных нет. Начинаем шевелиться, когда приближаются большие соревнования. Это неправильно. Подготовка должна осуществляться по 4-летнему циклу. Должен быть подготовлен резерв к Олимпиаде, говорят спортивные эксперты. Казахстан планирует потратить более 8 миллиардов тенге на Олимпиаду. При этом американская аналитическая компания Grace Note, которая занимается обработкой данных и спортивной аналитикой перед каждой Олимпиадой, прогнозирует, что Казахстан может получить всего лишь 2 золотые медали в Париже. Доложил главе государства о подготовке к Парижской Олимпиаде, до начала которых осталось 17 дней. Проинформировал об итогах лицензийных турниров. У нас 92 лицензии по 25 видам спорта. В честь Казахстана будут защищать 80 спортсменов. Мы выделяем миллиарды на спорт, но золотых медалей практически нет. Почему так происходит? Потому что любительский бокс, тяжелая атлетика и виды борьбы, которые в Казахстане на первом месте, не входят в число популярных видов спорта в странах Европы и США, полагают эксперты. А вот в плавании и легкой атлетике, за которыми следит весь мир, у Казахстана не так много сильных атлетов. Отдельная проблема – отсутствие массовости. Национальным сборным порой неоткуда брать резерв. В крупных спортивных комплексах Казахстана завышены тарифы. В связи с этим дети и подростки не имеют возможности их посещать и заниматься спортом. Еще один нюанс, о котором все чаще и громче говорят на разных уровнях – немало госденег тратится на финансирование профессиональных футбольных клубов. Понятно, что в футбольных командах играют зарубежные легионеры, которые стоят немалых средств. Деньги, выделяемые на спорт, распределяются несправедливо. Большая часть уходит на футбол. В результате не развиваются другие виды спорта. Бауржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Субтитры создавал DimaTorzok